Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня готовим праздничный домашний торт с безе шоколадно-масляным кремом. Украшаем торт белково-заварным кремом. Смотрите видео и радуйте свою семью только домашними тортами. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Перед тем, как готовить торт, я заранее выпекаю безе. Для безе мне нужны будут 2 белка и 100 граммов сахара. Яйца беру среднего размера. Сначала взбиваем 2 белка. Взбили в пышную массу белок и в 2 этапа добавляем сахар. Раз добавили. Второй раз добавили и продолжаем взбивать. Теперь перекладываем белковую массу в одноразовый кондитерский мешок. Насадкой 1М отсаживаем теперь на пергамент небольшие цветочки. Духовочку разогрели. Бизе ставим сушиться при температуре 100 градусов на среднем уровне. Режем выпекания вверх-вниз. Бизе сушилось в духовке 1 час 20. Сначала приготовим бисквит на форму в диаметре 18 сантиметров. Нам понадобится 3 яйца, 120 граммов сахара и 100 граммов муки. Яйца с сахаром взбиваем в пышную массу. Одновременно ставим разогреваться в духовку. В хорошо взбитые яйца с сахаром добавляем муку. Муку еще раз просеиваем. Вмешиваем лопаточкой. Эти все нюансы очень важны в приготовлении пышного бисквита. Дно разъемной формы в диаметре 18 сантиметров я застелила пергаментом и смазала дно и бока сливочным маслом. Теперь выкладываем пышное бисквитное тесто. Только хорошо вмешивайте муку. Она может осесть на дно. И потом, когда вы будете выливать тесто, у вас будет неприятная неожиданность. Теперь покрутили немножко форму. Тем самым подровняем тесто. И ставим бисквитное тесто в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Бисквит выпекался в духовке 35 минут. Сразу же бисквит достаю с разъемной формы. Ровненький, пышный, красивый. А самое главное, приготовлен без разрыхлителей. Это очень важно. Затем переворачиваем и снимаем. Бисквит пышный, ровный. А главное, очень нежный. Его нужно полностью охладить. Так он легче будет разрезаться на коржи. Остывший бисквит мы разрезаем на три коржа. Я разрезаю обычным кухонным ножом. Сейчас покажу бисквит в разрезе, чтобы вы не сомневались по какому рецепту печь. Смотрите, бисквит прекрасный, пористый, мягкий и нежный. Разрезаем на три коржа. Он прям шипит. Мне ножом удобнее всего разрезать. Каждый, конечно, приспосабливается как ему лучше. Не выдерживаю я испеченный бисквит сутки. Сразу же готовлю торт. Теперь приготовим масляный крем. Для него нам нужны будут следующие продукты. 150 граммов мягкого сливочного масла, 200 граммов сгущенного молока и 1 столовая ложка какао. Сначала в кухонной машине взбиваем мягкое сливочное масло до бела. Теперь добавляем сгущенку. Выключаем миксер. Теперь добавляем столовую ложку какао с горкой и перемешиваем на небольших оборотах. Долго не взбиваем. Крем готов. Шоколадно-масляный. Очень вкусный крем. Теперь собираем торт. Немного на подложку выкладываем шоколадно-масляного крема. Кладем бисквит. Он такой мягкий и нежный. И его пропитываем обязательно. Пропитку готовлю очень просто. На 150 миллилитров кипятка добавляю 1 столовую ложку сахара и 1 пакетик ванильного сахара. Весом 10 граммов. Тортик будет бесподобным. Теперь наносим шоколадный крем. Мне очень нравится этот крем. Он вроде бы и сладкий, но вот с добавлением какао невероятно нежный вкус. Затем мы выкладываем безе. Второй корж мы пропитали и нанесли тонкий слой крема и выкладываем сверху. Слегка вот так вдавливая. Так как этот корж уже пропитан, просто наносим шоколадный слой крема. Выкладываем снова слой безе. Раздавили последнюю безе. И вот выкладываем в щели. И снова накрываем пропитанным коржом смазанным кремом. Портик достаточно высоким получается. А вот теперь где у меня есть тут немного места, я заполняю остатками масляного крема. Это будет невероятно вкусно, поверьте. Сверху торта ставлю доску тяжелую. И тортик ставим на полчаса в холодильник. А сама займусь приготовлением белково-заварного крема. Сделала белково-заварной крем на три белка. Смотрите, какая красота. И сразу же свежим кремом буду украшать торт. Многие думают, чем плотнее крем, тем лучше. Вот я вам скажу по собственному опыту. Крем должен быть в меру плотным. Часть крема я добавила. Краситель гелевый Шеф Мастер. Неоновый, зеленый. Такой получила нежный зеленый оттенок. Много красителя не добавляю. Этим кремом с зеленым оттенком я буду выравнивать тортик. Покрываю этим кремом верх торта и бока. Торт выровняли. Осталось немного зеленого крема. Я добавила еще белого. И теперь нам нужно получить зеленый цвет, немножко другого оттенка. Я использую сухой краситель. Предварительно растворяю в воде. Очень часто задаете, как использовать сухие красители. Вода обычная, комнатной температуры. У меня сухой индийский краситель Пихта. И получаем другой оттенок зеленого цвета. И перемешиваем. Более насыщенный такой. Мне нравятся сухие индийские красители. Они хорошего качества. Их надолго хватает. Теперь, используя насадку травка, отсаживаем крем. Я специально крем не наносила до конца торта. Так как у меня здесь совсем другое украшение. Сейчас будем творить красивую композицию. Значит, вот здесь выдавливаем сюда. Это мы себе просто намечаем. Где у нас будут розы, где у нас будут цветочки. Значит, сначала нам нужно центральные розы отсадить на тортик. Берем насадку роза. Прямую. Все делаем, как всегда. Я уже неоднократно вам показывала, как делать розу. Насадок очень много. Делайте привычным способом розу. Я, когда делаю розы, никогда не окрашиваю просто красным цветом. Я всегда с красным цветом экспериментирую. Использую разные оттенки. Смешиваю клубничный, красный. Разные. Центральные три розы будут большие. Первую розу отсаживаем на тортик. Теперь берем самую маленькую насадку-листик и отсаживаем листики сразу же возле розы. со всех сторон. Пока нам ничего не мешает. Никакие украшения. Отсаживаем вторую розочку на торт. И снова берем насадку-листик и со всех сторон отсаживаем листики. Смотрите, как красиво! Что значит правильный крем? Края листиков не рвутся. Вы знаете, во многом белково-заварной крем его приготовление зависит и от качества яиц, и от качества сахара. Причин может быть много. Сейчас вам покажу, как сразу бутончик розы сделать на торте. Смотрите, выдавливаем. Потом с одной стороны и с другой стороны. Поближе покажу. Значит, вот здесь выдавливаем. Прямо насадку держим. Потом с одной стороны и с другой стороны. Теперь берем насадку-листик и сразу же вот закрываем листиком. И так же и здесь. Добавим больше жизни в этот торт. Значит, смотрите. Отсаживаем круглой насадкой вот такие капельки. Есть. Теперь берем самую маленькую, которая у вас есть, насадка-звездочка и отсаживаем цветочки. Праздничный домашний торт готов. Везу на подарок к родителям в гости. Поэтому разрез этого торта смотрите на канале Дружная Семья. Спасибо за понимание. Подписывайтесь на наш семейный канал Дружная Семья. Ссылка под видео. И не забывайте, что видео на канале Готовим с любовью выходят ежедневно. Делитесь моими видео с друзьями. Для меня это лучшая благодарность. С вами была Ира. До новых встреч. Пока-пока.